Ростовская область поставила антирекорд по количеству бизнесменов, содержащихся в СИЗО по статье «Мошенничество». Уполномоченный по делам предпринимателей Борис Цветов специально приехал в столицу региона, чтобы предложить меры, актуальные для всей страны. Есть люди, которые находятся в СИЗО чисто по хозяйственным спорам, часто невозврат кредитов банкам, хотя банки не используют процедуру нормальную, которая предусмотрена кредитным соглашением, а сразу обращаются в органы следствия, правоохранительные органы, возбуждаются уголовные дела, предприниматели сажают. Нужна полноценная реформа уголовного законодательства, согласно участнике уголовного форума в Ростове-на-Дону. Резиновую 159-ю статью о мошенничестве сузить и ввести по ней суд присяжных, а судей законодательно обязать первым делом предлагать бизнесменам освобождение под залог. А для тех предпринимателей, кто не может за себя внести требуемую сумму, создается общественный залоговый фонд. Для того, чтобы он эффективно работал, каждый судья должен знать, что сначала он должен, обязан предложить залог, хотя бы в размере, но не более двухкратного размера суммы ущерба. Сейчас искать защиту и справедливости к уполномоченному обращаются сотни предпринимателей со всей страны. Бизнесмена Олега Ситникова из Ямало-Ненецкого автономного округа на уголовный форум не пустили силовики. Вылет в Ростов сорвался из-за обысков у него дома и в офисных помещениях. Он дает людям работу, он платит миллиардные налоги. У нас очень крупная организация, но на нее кто-то положил глаз. Победой закончилась эпопея ростовского бизнесмена Александра Радашевича, который обращался за помощью к уполномоченному. За несколько дней до уголовного форума его выпустили из СИЗО, изменив приговор с реального срока на условный. Огромное спасибо Борису Юрьевичу Титову. Не сегодня я здесь, нахожусь после полутора лет нахождения в изоляторе. Декриминализация многих экономических статей УК – обязательное условие развития экономики страны. Каждый шестой предприниматель в том или ином виде сталкивался с уголовным преследованием. Это стало системной проблемой делового климата. Итогом работы юристов на форуме в Ростове стало принятие Хартии, который предлагает большую реформу уголовного права. Тут и реформа 159-й статьи, возбуждение уголовных дел и арест только согласия прокурора, суд присяжных по экономическим статьям, введение принципа «Год в СИЗО» равен двум годам в колонии и масса других. Все они нацелены на одно – исключить использование органов в рейдерских захватах и коррупционном давлении на бизнес.